Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем предматчевые симуляции FIFA 19 и на сей раз у нас матч PSG Napoli, групповой этап Лиги Чемпионов. Пишите в комментариях свои прогнозы, не забывайте поддерживать видео лайком, ну и давайте друзья приступать к началу этой встречи. Вот так вот быстро Napoli выходит вперед, это Гамшик мощным ударом открывает счет на 14-й минуте. Хорошая получилась комбинация и капитан Napoli выводит свою команду вперед, посмотрим еще раз. Вот здесь хорошая скидка под удар и как же точен вышел этот удар, посмотрите, между двух футболистов, между ног им пролетает и возможно это дезориентировало немножко галкипера ПСЖ. И на 14-й минуте гости выходят вперед. И снова Napoli в атаке, перевод на правый фланг, пошла подача и заработали угловой итальянцы. И снова Napoli в атаке под занавес первого тайма, инсиния, подача в штрафную. Здесь справились защитники ПСЖ и пока у них какая-то паника. У всей команды не могут они спокойно контролировать мяч, а после пропущенного мяча в свои ворота так вообще у них он почти не держится. Но и Napoli как-то особо не проявляет активность у ворот ПСЖ. Начинается второй тайм, момента в первом было не очень много, но тем не менее Napoli гол забили, причем что очень даже неплохой. Ну а у ПСЖ моментов так не было вообще. Посмотрим как будет развиваться событие во втором тайме и пока ПСЖ снова теряет мяч. Остается играть 20 минут по владению 50 на 50, но опасных моментов снова особо не возникает. У ПСЖ так вообще ничего не получается, я не знаю как они собираются в нашей FIFA симуляции выигрывать, когда у них даже не идут атаки. Ну вот сейчас может быть что-то получится. Отличный проникающий пас в штрафную, ну а здесь к сожалению для ПСЖ Неймар не добрался до мяча, но тем не менее атака продолжается. Снова Неймар и снова ошибка. Хороший пас с пяточкой, ну же Ковани 1-1. Очень похожий гол на гол Наполи, также скидка под удар и Ковани поражает таким же мощным выстрелом, как и Гамшик в ворота. На поле и счет становится 1-1. Ну вот немногочисленные моменты, вот здесь Неймар играет пяткой, Ковани бьет и практически в ту же точку летит мяч. 1-1 и чуть больше 10 минут до конца матча. Пошла подача, не получается удар у футболистов Наполи, но тем не менее атака продолжается. 83-я минута и нарушение правил. Вот это может быть интересно штрафной удар. Инсиния у мяча. Пошла подача, но до удара дело снова не доходит. Вот это гол, друзья! Вот это завершение нашего матча! Я не понимаю, что произошло, но Наполи выходит вперед буквально за 30 секунд до конца основного времени. Мертон забивает и... По-моему, этот гол какой-то курьезный. Не понимаю, что там происходило с вратарем, но сейчас мы посмотрим повтор. Пошла подача. Здесь Мертонс чиркает головой этот мяч и попадает между ног голкиперу. Посмотрим еще раз. И просто фантастика. Это, мне кажется, все же прелести Фифы. Но так или иначе в нашей симуляции Наполи выходит вперед. Я думаю, сейчас будет уже свисток об окончании матча. Три минуты арбитр добавил. Половина этого времени уже подошла к концу. Будет интересно посмотреть, как же эти команды сыграют в жизни. Но еще есть время подачи и гол! Но офсайт. Офсайт, ребята. Мбаппе забивает из положения вне игры. Казалось бы, счет может сравняться. Вот таким вот интересным в конце получилась эта встреча. Пишите свои прогнозы в комментариях. Поддерживайте видео лайком. Вне зависимости от клубных предпочтений. Ну а с вами был Локи. Еще увидимся. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok